Я ненавижу эту ночь, потому что без тебя уже давно не сплю. Сосны – это символ и даже бренд Димитровграда. Золотые сосны назвали рок-фестиваль и концерт организовали в окружении сосен в парке Западный. Это очень интересно. Да и вообще надо развивать это направление музыки, так как, по моему мнению, оно самое хорошее и самое лучшое. Участвовали в фестивале 13 групп. Помимо Димитровградца выступали рок-музыканты из Москвы, Самары, Ульяновска, Тольятти. Один из коллективов приехал из Берлина. У вас вообще уникальный город. Я такого второго не видел. И мне, конечно, очень понравилось. Не знаю, кто скажет. Группа «Секрет-Дайвинг» и «Глайнеры» фестиваля. Они приехали из Москвы, но ребята эти наши. И становление коллектива в середине 90-х проходило именно в Димитровграде. От фестиваля музыканты просто в восторге. Это большая навыка, что это забирает кучу людей с улиц, туда, в кабинеты, в залы и так далее. Я считаю, что это хорошее начало. И дай Бог ему там продолжение после администрации, когда он понимает при всей того бюджетности, мероприятия. Он должен, наверное, поддержать, я считаю. Не скажем честно, мы это мероприятие очень давно ждали. Вполне возможно, что рок-фестиваль станет традиционным. Во всяком случае, власти готовы поддерживать музыкантов. Опыта проведения подобного фестиваля, такого уровня, у нас в городе еще не было. Мы попробовали первый раз. И я думаю, что у нас, в принципе, все получилось. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.